Лифты в жилых многоэтажках. Как проходит их замена и ремонт? Вы смотрите Факты Мнения. С вами Юлиана Шнайдер. Здравствуйте. Состояние львтового хозяйства и ситуация с капитальным ремонтом в регионе тема достаточно горячая. И сегодня гость нашей студии, заместитель генерального директора фонда капитального ремонта многоквартирных домов Елена Демерджева. Елена Михайловна, я рада вас приветствовать. Добрый день. Какая ситуация с лифтами в нашем регионе и сколько необходимо лифтов на сегодняшний день поменять? На территории Краснодарского края более 3000 лифтов они отработали свой нормативный срок службы и требуют замены. Замена лифтового оборудования на территории Краснодарского края проводится во всех больших городах, таких как Краснодар, Сочи, Новороссийск, Геленджик. Если мы берем 2017 год, то здесь запланирована замена 235 лифтов в 107 домах. Если берем 2018 год, то эта сумма уже увеличится. Это уже 249 лифтов в 113 домах. А есть какие-то программы, может быть, федеральные, может быть, наши региональные, местные? Ну вот сейчас происходит замена лифтового оборудования строго в рамках проведения капитального ремонта, в рамках региональной программы действующей 2014-й и 43-й год. Расскажите, пожалуйста, какой срок жизни у лифта вообще? Нормативный срок службы лифта составляет 25 лет со дня его ввода в эксплуатацию. По истечению этого срока специализированная аккредитованная организация должна провести обследование по двум вопросам. Первое – это безопасность дальнейшей эксплуатации. И второе – это необходимость замены, сколько потребуется для этого срока. Максимальный срок для замены составляет 3 года. То есть 25 лет проходит, компания должна протестировать кабину лифта, систему, да, и понять, насколько он может дальше служить или нет, либо его нужно заменить. Безопасен ли он, и если, да, еще дальнейшая эксплуатация возможна, тогда вот определяется еще дополнительный срок для его замены. А кто несет ответственность вот все эти годы? Это сами жильцы, это управляющие компании, это ТСЖ? Ну, да, конечно же, в первую очередь за безопасность отвечают жильцы. Они должны надлежащим образом использовать, да, свое лифтовое оборудование. И управляющая компания, конечно же, которая отвечает за управление данным многоквартирным домом. Расскажите, какие вообще проблемы возникают вот при ремонте лифта? Кто этим должен заниматься? Значит, ну вот в рамках проведения капитального ремонта я бы разделила проблемы на два блока. Первое – это несвоевременная поставка лифтового оборудования заводами-изготовителями. То есть вот сейчас налицо, да, все знают проблему, что она существует с поставкой. И вот я думаю, что заводы-изготовители, они набрали слишком, наверное, большое число заказов, и поэтому просто не справляются в срок поставлять данное оборудование. Причем такая ситуация складывается не только на территории Краснодарского края, а также по России в целом. А вот эти задержки, о которых вы говорите, они уже, ну, на сколько? Это год, это несколько месяцев? Нет, ну это, конечно же, не год. Это все делается до года происходит. Но, тем не менее, в отношении таких подрядных организаций, которые нарушили сроки поставки, к ним применяются, конечно же, штрафные санкции, им готовятся претензионные письма за каждый день нарушения сроков. Это первый блок. Второй блок, я бы отметила, что это, видимо, неукомплектовано специализированными, вот, добросовестными, наверное, кадрами, которые производят демонтаж, монтаж и установку лифтового оборудования. То есть вторая часть, она такая основополагающая, да? Да, конечно же, потому что... Нужно правильно и установить лифт, и эксплуатировать правильно, какие-то... И правильно его смонтировать. И правильно смонтировать. Да, конечно. А вот, когда вы отслеживаете ситуацию, ну, допустим, в новой лифте часто бывают какие-то ошибки при монтаже? Ну, ситуацию по новым лифтам я, наверное, не очень поясню. Я могу пояснить в рамках вот своей, да, программы, то, что сейчас происходит. Такие случаи бывают, конечно же, но не часто. Это очень такое редкое явление, когда неправильно монтируют лифт. Ну, кстати, а по данным Ростехнадзора, в России участились случаи, когда именно в новых домах страдают люди из-за того, что новые лифты, да, неправильно были. Либо смонтированы, либо это, скажем, ошибка была самого производителя. Вот вы о таких случаях знаете? Да, конечно, о таких случаях мы знаем, но дело в том, что запуску лифта предшествует целая процедура. Потому что сначала идёт монтаж, установка лифтового оборудования, потом в обязательном порядке проходят тестовые испытания. После чего готовится декларация соответствия качества, которую подписывают специализированные организации. Только после этого приглашаются специалисты Ростехнадзора, которые дают уже своё заключение. И только после этого лифт передаётся в пользование управляющей компании, которая обязана уже надлежащим образом эксплуатировать. Недавно стало известно, что есть и задержки в замене лифтов именно по вине подрядчиков. Вы об этом сказали выше. С какими предприятиями, производителями наш регион сотрудничает? Наш регион сотрудничал. Значит, на 10 апреля таких организаций текущего года их было 6. 10 апреля состоялся очередной отбор подрядных организаций в реестр добросовестных поставщиков услуг, которые проводит департамент строительства. Было добавлено ещё 7 организаций. Вот мы надеемся, что эти 7 новых организаций в 2018 году будут добросовестно сотрудничать. А те организации, к которым есть претензии, это, конечно же, самая большая организация. Это Карачаровский механический завод. Это именно с ним проблема происходит? Это проблема с ним. И не только на территории Краснодарского края, по России в целом. Также это Щербиновский лифтовой завод, это Элеветин компания, это компания Эрбауэр. Ну, замена лифта, понятно, да? То есть причина печальная, конечно, да? Но, возможно, вот эти 7 компаний добавятся, ситуация у нас поменяется. А вот комплектующие, такая же ситуация у нас проблемная? Да, есть проблемы с комплектующими. Потому что, первое, это происходит поставка лифтового оборудования от завода-производителя. Но это ещё не всё. После того, как поставка осуществлена, да, возникает необходимость в подготовке комплектующих. Это таких, как, например, это люк, двери машинных отделений, лифтовое обрамление, которое готовится непосредственно уже под кабину поступившего лифта, который заказывается не на заводе производителя, а уже здесь у нас на месте. И поэтому в связи с тем, что уже произошла, да, задержка в поставке, соответственно, и происходит задержка вот в изготовлении комплектующих. Очень интересный вопрос, я думаю, очень актуальный. Насколько часто происходят поломки кабинного лифта, да, может быть, системы, из-за неправильной эксплуатации? Ну, скажем так, а по вине самих жильцов? Да, к сожалению, таких случаев очень много. Вот самое главное, что, да, что надлежащее использование лифта, это в первую очередь безопасность самих граждан. Какие основные причины я бы выделила? Это перегруз, конечно же, это когда там пассажирский, либо грузовой лифт, когда слишком много поставляется груза, и из-за этого происходят поломки. Также это остановка лифта во время движения, это нажатие кнопок. А вот когда там бывают такие случаи вандализма, да, это открытие кабины лифта во время движения. Поэтому, да, по вине жильцов возникают проблемы. То есть насколько, ну вот, я знаю, что подростки очень так балуются, бывает, да, нажимают на все кнопки, останавливают лифт. То есть этого категорически делать нельзя? Да, ни в коем случае нельзя. Поджигать кнопки, да, из-за чего может пострадать диспетчерская связь. И в противном случае просто застрявший пассажир из-за того, что подростки подожгли, да, он просто не сможет воспользоваться данным видом связи. Сколько домов нуждается сегодня в капитальном ремонте, если в целом мы сейчас будем говорить о капитальном ремонте, да, вот с лифтами у нас все понятно, а вот что у нас в этой теме? Здесь мы отметили, что 3 тысячи, да, которые вот сейчас порядка 500 уже включены, остальные 2,5 тысячи, они будут включены в ближайшие плановые периоды. А всего программу капитального ремонта на территории Краснодарского края у нас входит 18 175 домов нуждаются в замене. А это насколько отличается цифра от цифр предыдущих лет, 16-18 года? Ну, смотрите, краткосрочный план 16-го года, он предусмотрен, значит, там 499 домов было отремонтировано, 17-й год это 835 домов, 18-й год это уже 821 год, и еще, возможно, будет включение дополнительных домов. Вот, конечно, вот если брать тенденцию, то можно сравнить аналогичный период, вот возьмем июль 17-го года, по состоянию на июль прошлого года отремонтированных домов было 472, а по состоянию на этот июль текущего года таких домов уже 1311, то есть фондом было отремонтировано порядка 1000 домов. Елена Михайловна, когда мы говорим о капитальном ремонте многоэтажного дома, вот какой ремонт подразумевается, что это, вот от фундамента до кровли? Ну, это предусмотрен виды ремонта, предусмотрены, конечно же, жилищным кодексом, куда входит эта замена крыши, фасада, холодное водоснабжение, теплоснабжение, лифтовое оборудование. То есть вот такая ситуация, да? Какие-то проблемы возникают в ходе ремонта или нет? Ну, в ходе ремонта, конечно, проблемы также возникают с подрядными организациями, которым, как я уже повторяюсь, применяются какие-то штрафные санкции. Кроме того, что контролируем подрядные организации, мы также предусмотрена многоуровневая система контроля на территории всего края в целом. Это в первую очередь наш учредитель, это министерство ТК ЖКХ Краснодарского края, они осуществляют контроль. В последнее время, в 2018 году контроль осуществляет также общественный народный фронт, который принимает участие в приемках. И вот даже если берем лифтовое оборудование, то выезжали в июне месяц, они выезжали по проблеме с лифтами в город Туапсе. А сами жильцы активно принимают участие? Я просто помню, что мы на протяжении нескольких лет очень много и плотно говорили о том, что жильцы сами должны активно принимать участие в этой программе. Вот сегодня ситуация изменилась? Жильцы сами должны активно принимать участие обязательно. Я призываю всех собственников многоквартирных домов принимать активное участие. То есть у собственника имеется такое право. Сначала проведение ремонта, да, вот если берем лифтовое оборудование, то есть с даты демонтажа и до даты установки и проведения тестовых испытаний или собственники могут в этом принимать участие. Собственники могут писать свои замечания, давать свои предложения, которые региональный оператор, подрядная организация и технический заказчик обязательно должны рассмотреть и ответить. А какой порядок вот таких предложений, ну, либо жалоб, да, претензий, может быть, к управляющим компаниям, к подрядчикам, как правильно нужно это сделать? Нужно просто подготовить письменное заявление и обратиться по интересующему вопросу. В зависимости от компетенции. А в вашу службу люди обращаются? Конечно, обращаются. Обращаются с разными вопросами. Первый, самый наиболее часто встречающийся вопрос, это когда в моем доме будет проведен капитальный ремонт. Каждый собственник может зайти на наш сайт и посмотреть историю своего дома. У нас есть такой раздел, который называется «Найди свой дом». Туда забивается адрес. Собственник может увидеть период проведения, сумму, которая выделяется, на проведение капитального ремонта, да. Это первый вопрос. Второй вопрос, если вдруг возникает, да, вот касательно подрядных организаций и качеств. Собственник пишет, вы знаете, мне кажется, что там течет крыша, мне не нравится. Организуйте выездную комиссию. Тогда региональный оператор в обязательном порядке в течение трех дней создает комиссию. Мы вызываем подрядную организацию, представителя собственника, управляющую компанию и выезжаем на место, составляем акт. То есть история каждого дома есть у вас. Спасибо вам большое, Елена Михайловна, за это интервью. Я напомню, сегодня мы говорили о состоянии лифта в регионе и о капитальном ремонте в целом. Об этом нам рассказала заместитель генерального директора фонда капитального ремонта многоквартирных жилых домов Елена Демерджева. Вы смотрели «Факты и мнения». С вами была Юлиана Шнайдер. Всего доброго и до встречи на канале Кубань-24.